Голл 24 Манчестер Сити У нового сезона АПЛ давно не было такого очевидного фаворита, как Манчестер Сити. В пользу горожан говорит все. Лучший состав в лиге, лучший тренер и невероятные 100 очков в прошлом сезоне. Важно помнить, что Хосеп Гвардиола никогда не одерживал одноразовых побед. И в Барселоне, и в Баварии он выигрывал национальные чемпионаты по несколько раз подряд. Пеп привык строить долговечные команды. И в Манчестере история повторилась. Если в мае 2019 года Сити не поднимет очередной кубок, все мы очень удивимся. Трансферная компания горожан пока очень скромна. Но даже этим летом шейхи купили Гвардиоле еще одну звезду. Рияда Мореза из Лестера. Теперь в распоряжении испанского тренера. Рахим Стерлинг, Серхио Агуэра, Лерой Сане, Габриэл Жезус, Бернарду Силва, Кевин де Брюйне, Давид Сильва и Морес. Даже если кто-то один из них выйдет из строя, ничего не поменяется. Глубина скамейки позволит Сити крошить соперников на части. Так же, как это было год назад. Прогноз – гол 24. Манчестер Сити – фаворит АПЛ и, скорее всего, займет первое место. У тебя есть свой прогноз? Пиши в комментариях своих фаворитов и не забывай ставить и выигрывать на сайте 1xbet. Отличные коэффициенты на исходы турниров и быстрые выплаты. Ссылка в описании. Манчестер Юнайтед У манчестерских соседей Сити, напротив, ворох проблем. Жозе Мауриню надеялся, что ему купят Гаррета Бэйла и Тони Кроуса. Но пока Юнайтед ограничился трансферами Фреда, Диогу Долота и Ли Гранта. Кроме того, Жозе поддерживает негативную обстановку вокруг клуба. Сезон еще не начался, а португалец уже раздал сотню флеш-интервью, где высказался о недостаточном качестве состава и раскритиковал отдельных игроков. Так Мауриню очень не понравилось, что Антони Марсиаль игнорировал тренировки из-за родов жены. У Марсиаля родился ребенок. Прекрасный и здоровый, слава богу. Но после того, как все случилось, Марсиаль должен быть здесь, с командой, но его здесь нет. Все команды Мауриню, начиная с Порту, становились национальными чемпионами либо в первый, либо во второй сезон. В МЮ португалец уже провел два года без главного трофея. И нет никаких предпосылок, что в сезоне 2018-19 что-то поменяется. Пока в Лиге есть мощный Ман-Сити и дерзкий Ливерпуль, красные дьяволы будут скорее бороться за бронзу, нежели за первое место. Таков печальный итог бесконечного нытья Жозе. Прогноз — гол 24. Манчестер Юнайтед займет третье или четвертое место. Тоттенхам Шпоры продолжают оправдывать культовую фразу из фильма «Залечь на дно в брюге». Дерьмом ты не был, но и до вершин не добрался. Маурисио Почеттино собрал очень талантливую команду. Но будет ли Тоттенхам бороться за титул? Скорее нет, чем да. В этом смысле Шпоры сильно напоминают Арсенал после ухода Тьерри Анри в 2007 году. Такая же яркая команда с большим числом прекрасных игроков, которая никогда ничего не выигрывает. У Арсенала были Робин Ван Перси, Сеск Фабригас и Эммануэль Адабайор. У Тоттенхама — Харри Кейн, Кристиан Эриксон и Дели Али. Болельщики по всему миру влюбляются в игру, которую ставит Почеттино. Но трофейный кабинет по-прежнему пустует. Так будет и в новом чемпионате. Тем более Тоттенхам пока не купил вообще никого. Президент клуба Даниэль Леви предпочитает экономить, тем самым урезая амбиции команды. Удел шпор — бороться за зону Лиги чемпионов и завистливо посматривать на более успешных конкурентов. Прогноз — гол 24. Тоттенхам займет третье или четвертое место. Ливерпуль От команды Юргена Клопа в новом чемпионате нужно требовать только победы. Судите сами. Ливерпуль сохранил в клубе ударную атакующую тройку. Роберто Фермино, Мохаммед Салах, Садио Мане. Плюс солидно укрепил центр полузащиты благодаря трансферам Фабиньо и Наби Кейта. Приобрели Шакири на ротацию. Кроме того, красные купили из Ромы галкипера Алиссона за 62 миллиона евро, сделав его вторым самым дорогим вратарем в истории футбола. С таким составом Ливерпуль просто обязан претендовать на титул. Теперь в команде нет ни одной слабой линии. А Ларис Кариус сядет в запас и не будет привозить голы в самый решающий момент. Салах, Фермино и Мане продолжат забивать. Фабиньо будет подчищать центр, а Ван Дейк с Алисоном – оберегать ворота. Единственное препятствие Ливерпуля на пути к титулу – чудесный Манчестер-Сити, который, кажется, просто невозможно обыграть. Впрочем, когда Юрген Клопп работал в Бундеслиге, он сумел остановить мощнейшую Баварию и дважды подряд выиграл национальный чемпионат. Почему бы не повторить эту историю в Англии? Прогноз – гол 24. Ливерпуль поборется за титул. Челси Синие провели самую странную предсезонку в истории. Зачем-то очень долго тянули с увольнением Антонио Конто, а когда итальянец уже подумал, что сохранил работу, его все-таки выставили на мороз и заменили на Маурицио Сари. Трансферная компания тоже оставляет желать лучшего. Из громких покупок на счету Челси пока только полузащитники Джорджинью и Матео Ковачич. Безусловно, громким трансфером можно считать и голкипера Кепуарисабалагу, но он никак не усилит команду. Челси просто разменял одного сильного голкипера на другого, отправив Тибо Куртуа в Реал. Треугольник Канте, Ковачич, Джорджинью в центре поля выглядит перспективно, но важно помнить – Сари любит долгосрочные проекты, а Ковачич приехал в Лондон всего на один сезон. Через год он вернется в Мадрид. К тому же неизвестно, как к новым условиям адаптируется Сари, который никогда не работал за пределами Италии. Если назначение Конте в 2016 году выглядело логичным и понятным вариантом, то покупка Сари – это однозначная авантюра. Вероятнее всего, Маурицу понадобится время, чтобы сделать синим прививку своей философии, и грядущий сезон уйдет на привыкание команды к его методам. Представить, что Челси с одним Джорджинью вернется на пьедестал – очень трудно. Гораздо легче прогнозируется следующий вариант. Лондонцы изначально откажутся от борьбы за титул и будут мечтать лишь о возвращении в Лигу чемпионов. На большее они пока не замахиваются. Прогноз – гол 24. Челси займет пятое или шестое место. Арсенал Весной этого года Арсенал уволил главного тренера Арсена Венгера, который работал в клубе на протяжении 22 лет. Но с приходом Уна и Эмери канониры не поменяли самого важного. Они по-прежнему очень скупо подходят к трансферам и тратят денег. В команду, которая остро нуждалась в усилении, пришли вратарь Берн Лено, защитники Сократис Папастотополус и Штефан Лихштейнер и полузащитники Лука Старейра и Матео Гендузи. На фоне трансферов того же Ливерпуля шопинг Арсенала выглядит чересчур скромным. Эмери придется выжимать максимум из достаточного среднего состава. О чемпионстве на Эмирейтс пока никто не говорит. Даже попадание в четверку будет чудом. Да и то Арсенал наверняка выберет более легкий путь и постарается попасть в Лигу чемпионов через Лигу Европы. Тем более, Эмери прекрасно знает, как выигрывать этот турнир. С Севильей он побеждал в нем целых три раза. Прогноз Гол 24 Арсенал займет пятое или шестое место. В прошлом видео мы спросили вас. До перехода в Бордо Малкомом интересовался один европейский грант, который отпугнул ценник на игрока в 15 миллионов евро. Кто хотел его купить? Ответ Борусия Дортмунд А теперь вопрос. В прошлом сезоне Манчестер Сити установил рекорд по набранным очкам ВПЛ – 100. А кому принадлежал предыдущий рекорд? Ну а на этом все. Спасибо за просмотр. Надеемся, что вам нравится наше творчество. Не забывайте ставить лайки, комментировать и подписываться на наш канал. Также нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. До новых встреч! До новых встреч! До новых встреч!